МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня речь пойдет о выдающемся изобретении второй половины XIX века. Трамваи. И, конечно, об одном из первых трамваев в Российской империи и первом в Беларуси. В Витебском трамвае. В далекие 80-е годы XIX века электрический трамвай застучал по рельсам в Западной Европе и Северной Америке. Первые упоминания о Витебском трамвае относятся к 1895 году, когда витебский губернатор Владимир Александрович Левашов и городской голова Иосиф Сильвестрович Канишевский приняли решение, что самому передовому виду транспорта в Витебске быть. Далее были трудовые будни. Собирались и обобщались сведения о претендентах на строительство, проводился тендер и определялся победитель. Из ряда достойных кандидатов победу в феврале 1896 года одержал гражданин Франции Фернан Гильон. И буквально через несколько месяцев, в апреле этого же года, в Брюсселе для реализации данного проекта было создано Бельгийское акционерное общество «Витебский трамвай». Несколько слов о Гильоне. Это уважаемый в Европе предприниматель, удостоенный множества наград, построивший трамваи во многих городах мира. Каире, Мадриде, Кадисе, Сарагосе, Лиссабоне, Дюссельдорфе и Мюнхене, Курске, Харькове, Орле и Белостоке. Не только Гильон приглянулся Витебску, но и Витебск конца XIX века произвел хорошее впечатление на иностранных инвесторов. Это был уютный и красивый город с населением в 66,5 тысяч человек, с развивающейся промышленностью, сложившейся финансовой системой, с развитой сферой услуг и имеющей все необходимое для жизни и развития. Железнодорожное и водное сообщения, промышленные предприятия и ремесленные артели. Сеть гостиниц и магазинов, учебных заведений и мест отдыха. Театр, концертные площадки, сады. Санитарные заведения и учреждения образования. Решение принято. В Витебск едут зарубежные специалисты с семьями. Это инженеры, путейцы, электрики, механики, строители. Для строящегося предприятия приобретена самая современная техника из Англии, Германии, Бельгии, Франции и Австрии. Для строительства были отведены земли. На Косогорье возле ямы, напротив Николаевского собора, для электростанции. Для депо на Задуновской. Для проведения работ были привлечены, кроме зарубежных специалистов, сотни местных работников. Выражаясь современным языком, это был серьезный инвестиционный проект, который оценивался более чем в 2 миллиона 200 тысяч французских франков или около 450 тысяч российских золотых рублей. В город прибыла современная техника, новые технологии, техническая интеллигенция. Была построена первая в Беларуси электростанция, которая давала электрическую энергию не только для нужд Витебского трамвая, а также для освещения города, что, несомненно, стало событием не только для Витебска, но и всего северо-западного края Российской империи. И вот наступило долгожданное событие. 18 июня 1898 года Торжественно было открыто трамвайное движение. В городе был настоящий праздник с песнями, музыкой, речами, банкетами. Этому событию витебский композитор Отто Крамер посвятил музыкальное произведение «Трамвай-марш». В витебских храмах прошел торжественный молебель. Маршрутов тогда было четыре, и они назывались линиями, а водитель трамвая назывался «Ватманом». Общая протяженность маршрутов составила более пяти километров. Трамвай двинулся в путь длиной более ста лет. Но не все было празднично и безоблачно. На первом этапе на 18 моторных и 16 прицепных вагонов немецкого и бельгийского производства публика смотрела с недоверием. Пугались лошади и злились извозчики. Но время все расставило на свои места. И несмотря на значительную оплату проезда в 3,5 копеек, уже в первый год эксплуатации трамвая было перевезено более 1 миллиона 300 тысяч пассажиров. Жители и гости города очень быстро оценили выгоду и удобство нового вида транспорта. Всего за пятачок и полчаса на трамвае можно было пересечь почти весь город. А на извозчике для этого нужен был 2-гривневый и не менее часа с четвертью. Трамвай катился по улицам, набирая сил и уверенности, готовя планы к расширению путей. Однако в эти планы вмешались революционные события 1905-1907 годов – запастовки, митинги, волнения. Трамвай лихорадило, время простоя очень часто превышало время работы. Началась Первая мировая война. Витебск снова оказался в эпицентре событий. Военные грузы, потоки раненых, близкая ставка государя, невозможность приобретения запасных частей и материалов из Европы. Все контакты с внешним миром были прекращены. Но витебский трамвай и в эти суровые годы не прекращал своей работы. Многие вагоны были переделаны для транспортировки раненых и перевозки грузов. Война затягивалась. Приближались революционные события. Гражданская война. Витебский трамвай, по словам очевидцев и по имеющимся документам, стал работать на износ. Ремонта и обслуживание практически не производились. Началась полоса волнений, погромов, нестабильности и разрухи. В 1918 году витебский трамвай был национализирован и перешел в непосредственное подчинение городу. Шло время. Обстановка постепенно стабилизировалась. Начало восстановления Витебского трамвая относится к 1923 году. В это время более или менее устойчиво стала подаваться электрическая энергия и регулярно стал выходить на городские маршруты трамвай. Первые серьезные восстановительные работы относятся к 1925. В этом же году было построено 1200 метров путей от Могилевского рынка, площадь Победы по Лучевской улице, проспект Черняховского. Строились разворотные кольца на конечных остановках взамен треугольников и петель. В 1927 году началось строительство путей от Орловской площади южнее ЖД вокзала в сторону льнопредельной фабрики «Двина», которая была окончена в 1930. В этом же году впервые за столько лет в городе появились 8 новых трамвайных вагонов узкой колеи 1000 мм Мытищинского завода типа «Ха». Тридцатые годы характерны грандиозными планами индустриализации и электрификации. Не стоял в стороне от этой работы и Витебский трамвай. В 1931 году был проложен путь в 1300 метров от Смоленского рынка по Сурожскому шоссе до Кирпичного завода. Начались интенсивные грузовые перевозки. Трамвай работал и в ночное время, и в выходные, и в праздничные дни. В 1932 году трамвайные линии прошли мимо депо по улице Фрунза. В 1933 было принято решение. Витебский трамвай начал поэтапно переходить на широкую колею. В 1934-м трамвайные грузовые ветки были проложены на фабрику «Знамя индустриализации», «Щетка-комбинат» и «Завод «Красный металлист». К началу Великой Отечественной войны в городе было 167,5 тысяч жителей. Имелось 6 трамвайных маршрутов общей протяженностью 31 километр 600 метров и перевозились в среднем более 37,5 миллионов человек ежегодно. Подошли суровые дни Великой Отечественной войны. 11 июля 1941 года Витебский трамвай остановился. Только незначительная часть оборудования была эвакуирована в город Челябинск. Остальное сожжено, разграблено, приведено в непригодность на долгие 6 лет. 26 июня 1944 года Витебск был освобожден. Что собой представлял город, написано и рассказано немало. Одно из первых решений городской власти – восстановление трамвая. Изучая документы того времени, испытываешь двоякое чувство – сострадание и сочувствие тем людям, которые при полном отсутствии материалов и инструментов проводили восстановительные работы. И чувство гордости и восхищения от того, что сила духа, вера, стремление к жизни творили чудеса. Витебский трамвай возрождался. Послевоенное открытие трамвайного движения в Витебске состоялось 5 октября 1947 года. Второе рождение трамвая проходило торжественно. Был митинг, были речи, награждали лучших и, конечно же, строили планы на будущее. Всем хотелось преодолеть это трудное время и сделать жизнь лучше, чем она была до войны. Итак, трамвай двинулся в послевоенный путь, отмеряя второе 50-летие в своей истории. Трамвай трудился, звенел колесами, перевозил пассажиров без праздников и выходных. На смену старым вагонам пришли современные Рижского и Уськатовского вагоностроительного заводов РВЗ-6 и КТМ-5. Пик развития предприятия приходится на 70-е-80-е годы 20-го столетия. В эти годы в основном была сформирована городская маршрутная схема, которая решала важнейшие задачи по перевозке населения города. Трамвай своими линиями связал все основные микрорайоны. К своему столетию предприятие подошло, имея серьезную производственную и материальную базу. Только количество трамваев увеличилось в 5 раз. Трамвайных путей в 12 раз. Тяговых подстанций в 15. Количество перевезенных пассажиров в 100 раз. Пробег трамвайных вагонов таков, что можно было бы объехать земной шар по экватору более 100 раз. А количество перевезенных пассажиров было соизмеримо с населением земного шара. Электрический транспорт — это экологическая чистота, долговечность, большая вместимость, комфортность и экономичность. Становится очевидным, что этот вид транспорта еще не скоро потеряет свою привлекательность, а коллектив предприятия предпримет все усилия, чтобы пассажир из всех видов транспорта отдал предпочтение именно ему — витебскому трамваю. Субтитры создавал DimaTorzok